Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. С 2009 года занимавший должность заместителя министра в этом же министерстве, Рашид Темрезов поставил перед новыми министрами главную задачу – организовать свою работу так, чтобы все поручения и задачи, поставленные президентом России Владимиром Путином перед социальным блоком, были реализованы. Главная цель – улучшение качества медицинской и социальной помощи гражданам республики, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим и членам их семей, чем мы очень плотно занимаемся в последние годы. Горячая линия на телеканале ГТРК Карачева-Черкесия – это возможность получить от руководителей того или иного регионального ведомства ответы на интересующие людей вопросы. Сегодня у нас в студии был заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Георгий Терин. О некоторых поднятых во время беседы темах в репортаже Артур Амгце. Первоначальной главной темой «горячей линии» заместителем министра строительства и ЖКХ Карачева-Черкесии Георгием Терином были проблемы с водоснабжением в ряде населённых пунктов. Однако во время прямого эфира от жителей поступило немало вопросов о состоянии обслуживания жилищного фонда Республики. Людей интересовали как ремонт дворов, подъездов, кровли, так и ликвидация последствий стихии, вырубка деревьев, переселение из аварийных домов и многое другое. На какие-то гость ведущий Мадины Лайпановой сразу дал исчерпывающие ответы. По-другим разъяснения непременно будут после более подробного ознакомления ситуации. Проблема водоснабжения является ключевой, основной, наверное, болевшей проблемой во всех сельских территориях и населённых пунктах нашей Республики. В частности, по станице Кардоникской в прошлом году, или позапрошлом году, поселение подало заявку. Они прошли конкурс на отбор, и с прошлого года в станице Кардоникской реализуется строительство объекта по замене сетей водоснабжения. Как отметил представитель регионального Минстроя, по воде в большинстве случаев проблема связана с её разбором, из-за чего у многих не хватает напора для полноценного использования. В Дружбе и ПСЖ трудности несколько иного порядка. Однако по каждому случаю будут устраивающие людей решения. Отдельно Георгий Терин остановился на новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который объединит в том числе действующие федеральные программы и проекты, призванные создать комфортные условия для проживания граждан. Не оставили телезрители без внимания вопросы переселения из аварийных строений в Черкесске по Гутикулова-9 и в Ауле Псаучиадахе. По-первых, жителям осталось ждать совсем немного времени для долгожданного новоселья. По-второму, ранее собственникам был предложен вариант с компенсацией на приобретение нового жилья. Но часть людей отказались. Теперь прорабатывается вопрос строительства здания, куда после завершения работ смогут переехать владельцы квартир в проблемной постройке. «Он выделен, да, уже земельный участок под строительство жилья. Это будет жильё построено взамен тех домов, на которые пойдут под снос как аварийное жильё». Ответы на все прозвучавшие во время горячей линии вопросы можно найти на YouTube-канале ГТРК «Карачаево-Черкесия» и на наших страницах в социальных сетях. Артур Махцеп, Вести, Карачаево-Черкесия. Киберпреступность растёт с пугающей скоростью, признают в правоохранительных органах. В числе приоритетов в работе с дистанционными мошенниками стали меры по повышению информированности населения. Этой теме был посвящён круглый стол, который прошёл в МВД Республики с участием руководителей подразделений киберполиции, представителей общественности, средств массовой информации. Фатима Даурова подробнее. С телефонными и интернет-мошенниками сталкивались практически все россияне. «Карачаево-Черкесия» – не исключение. По словам правоохранительной, с каждым годом число подобных преступлений растёт. Мошенники совершенствуют схемы обмана, и, несмотря на принимаемые меры, эффективность работы по пресечению раскрытия таких преступлений продолжает оставаться на низком уровне. В основном организаторы преступных схем и их исполнители, работающие в создаваемых колл-центрах, находятся за рубежом. Это осложняет изоблачение и задержание преступников. «Только за январь и июнь текущего года в оперативную сводку МВД ПКЧР включено более тысячи фактов совершения преступлений с использованием ИТТ, а их раскрываемость не превышает 27,5%. Так, за пять месяцев 2024 года на территории нашей республики зарегистрировано 864 преступления данной категории. По аналогичному периоду прошлого года было 532 преступления, то есть рост составил плюс 62%. Преступление совершения с использованием ИТТ, а доля тяжких и особо тяжких ИТТ-преступлений составила 7%. Специалисты отметили, что дистанционное мошенничество – это социально звучащая проблема. Злоумышленники похищают сбережения граждан в основном с банковских счетов и карт, а в некоторых случаях сумма потерь может исчисляться миллионами. За прошедший год общая сумма ущерба населения республики составила более 330 миллионов рублей. В профилактике подобных эксцессов задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники районных отделов полиции и полицейские психологи. Проходят встречи, беседы с населением, но этого явно недостаточно. Сотрудники в один голос заявляют, что только усиление профилактических мероприятий среди населения посредством подключения средств массовой информации, общественных организаций, образовательных учреждений увеличит объем владения информацией о способах мошенничества, что в свою очередь поможет уберечь людей от потенциального обмана. Предупрежден, значит вооружен. Начать с управления образованием, чтобы они по школам это распространили, школьникам дать какие-то домашние задания, чтобы они провели профилактическую работу со своими родителями, дедушками и бабушками. Во-первых, дедушки и бабушки с удовольствием лишний раз пообщаются со своими внуками, родители тоже лишний раз пообщаются, а дети потом в качестве домашнего задания докладываются о проделанной работе. То есть, с одной стороны, мы вовлекаем детей, они и сами самообразовываться будут, с другой стороны, у них воспитательный элемент, ответственность за своих старших. В рамках круглого стола также обсудили сотрудничество с региональными и федеральными органами исполнительной власти, операторами сотовой связи, кредитными организациями, интернет-провайдерами. Но, как говорят сотрудники, самый эффективный способ борьбы с аферистами, на удивление, прост. Быть бдительным, и когда звонят с неизвестного номера, лучше вообще не брать трубку, или на худой конец сбросить звонок. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии оперативным штабом проведено специальное учение по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры. По легенде учения, вооруженными преступниками на автовокзале в Тиберде захвачен автобус с пассажирами. В этой связи руководителям оперативного штаба объявлена учебная тревога для силовых структур, органов государственной власти и местного самоуправления в условиях максимально приближенных к действительности. Участниками учения отработан порядок межведомственного взаимодействия при возникновении ЧАЭС и проведении контртеррористической операции. В ходе учения осуществлялось оцепление и блокирование района спецоперации, эвакуация жителей близлежащих домов, нейтрализация условных террористов и освобождение заложников. Штурм условно захваченного автобуса проведен силами подразделений спецоперации ФСБ и Росгвардии. Подводя итоги, руководитель учения отметил готовность группировки оперштаба к пресечению преступлений диверсионно-террористической направленности органов исполнительной власти к действиям по минимизации и ликвидации возможных последствий. По результатам учений принято решение по дальнейшему совершенствованию взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности, а также выработаны дополнительные меры профилактики и противодействия террористическим угрозам. Сегодня до конца суток. Местами в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалом 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. В горах сход сели и малого объема. Об этом сообщает МЧС. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, в горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 22, плюс 27. В горах местами плюс 15, плюс 20 градусов. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 25, плюс 27 градусов. Высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. В Карачево-Черкесии будет создан туристический портал с оцифровкой туристических маршрутов и объектов республики. Соответствующее поручение региональному правительству дал глава республики Рашид Тимрезов во время оглашения своего послания. Он подчеркнул, что туризм стал одной из самых динамично развивающихся отраслей и является стратегическим ресурсом республики. За последние годы наблюдается уверенный рост числа туристов. Благодаря поддержке Минэкономразвития России и компании «Кавказ.РФ» ведется разработка мастер-планов развития курортов республики, направленных на комплексное развитие территорий. Разработка мастер-плана поселка Архыс и Софийской поляны находится на финальном этапе. К концу июля 2024 года будет представлен мастер-план поселка Домбай и прилегающих к нему территорий. Создание комплекса архивных документов, кино и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне в Карачаево-Черкесии. По таким названиям Общественная палата республики провела круглый стол с участием работников музеев и других заинтересованных лиц. Подробности у Алибаташева. Шествие бессмертного полка, парады победы воодушевляют и объединяют всех россиян. Под каждым портретом ветерана своя уникальная история, достойного увековечивания и памяти предков. Но узнать ее на имеющихся в интернете ресурсах не всегда возможно. Устранить этот пробел – задача каждого гражданина страны, считают участники круглого стола. Очень много неизученного еще на руках у населения. Если по книгам памяти, допустим, мы можем определить того или другого участника Великой Отечественной войны, что он где-то погиб, большой вопрос именно по тем фронтовикам, которые вернулись и там прожили долгую счастливую жизнь и уже там покинули этот мир в современное время. Их данные, их материалы, их награды – это все хранится в семьях. И кроме того момента, когда их потомки выходят на бессмертный полк, мы о них практически ничего не знаем. Правильно, сегодня в основном рабочая встреча. Почему мы говорим о рабочей встрече? Потому что данный вопрос мы не поднимали в общественной палате, но понимаем, что это очень важно. И общественная палата Российской Федерации берет на контроль реализацию данного направления. Данные об участниках Великой Отечественной войны частично представлены в интернете, но этого недостаточно. На сегодняшний день выгрузкой архивных материалов занимается само Министерство обороны. Они содержат несколько интернет-ресурсов, таких как ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», куда они выгружают оцифрованные копии документов. Во многих из них есть учетно-послужные карточки офицеров, также наших земляков, которых мы находим. Это отсканированные документы с местами их призыва, службы и так далее. Также документы по наградам. Важно систематизировать работу всех ведомств и заинтересованных лиц для создания общей электронной базы фронтовиков, ветеранов, участников Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии. Одними усилиями государственных учреждений, музеев, органов власти, без участия населения республики решить эту задачу практически невозможно. Имеющиеся на руках сведения об участниках Великой Отечественной войны можно оцифровывать и выгружать на сайты лица Победы, Государственного историко-культурного и природного заповедника имени Марии Байчоровой и другие. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня в городах и районах Карачаево-Черкесии начались памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Сегодня в 20.00 в Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Вечный огонь и множество зажженных свечей в руках портрета солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на мемориале вечной славы множества людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей, и унесших около 27 миллионов жизней. Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения и наш долг хранить память об этом подвиге, говорили собравшиеся. Память погибших почтили минутой молчания. Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажженные свечи и множество цветов у мемориала вечной славы еще одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Поймай меня», если сможешь. Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова